Как он сговаривает? В общем-то, всем добрый вечер. Хочу сказать, что сегодня собралось действительно вот энное количество людей. Это благодаря нашей цитилизии. Она поочередно всех нарещала каждую пятницу. Всем желала шаббат шалом. Что сказать можно о моей омашке? Я думаю, что сама конечно судьба это сделала. Я благодарна омашке, что она меня взяла на свадку с Ромой, с Леной. И встретилась я там с Аликом. И потом она тоже приложила немало усилий, чтобы... Они поженились. Мы поженились. И слава богу, вот уже 41 год. Мы живем благодаря... Ну, не знаю, вот омашка наша постаралась. Судьба. Дай бог вам счастья. Спасибо. Что можно сказать? Мы так к вам привыкли? Привыкли мои внуки. У нее 12 внуков. У Эллы. Внуку не считай в Америке, нельзя. Паразептоград. Дай бог вам здоровья. Только посел. Я еду к себе домой. Поддержи, поддержи, поддержи. Поддержи. Он сейчас сам, пожалуйста, расплачется. Не, он сильно мужчина. Вот за всю мою жизнь. Только без лен. Хочу вам сказать спасибо. За то, что вы нас поддерживали в тяжелые наши дни. И в радостные дни. Она была рядом с нами, когда мы потеряли и папу, и маму. Когда мы потеряли тетю Зою. Сверх силы каждую неделю. Она старалась ездить к своему брату. Навестить. Вы знаете, это действительно нелегкий путь. Это Фаракова. Это очень далеко. Ее ничего не останавливало. Ни снег, ни дождь. Это когда она приходила ко мне домой. Была сумасшедшая буря на улице. Я говорю, боже мой, что что-нибудь когда-нибудь остановит? В общем, это... Вы не подумайте, что вы были мне в тягость. Нет. Я бы не в тягость. Мне практически было тяжело на душе, что я вам не могла помочь, что вы далеко. Ты душой мне помогал. Последний звонок, потому что она упала. Это в 4 часа не упала. Что она была плохо в 4 часа ночи. И мы со Светкой сидели на двух телефонах. Она вызывала Хацалу. А я разговаривала с этой толпанутой хаматенкой. Действительно, долбал. Ну ладно, в общем, все прошло. Тетя Лиза, я вам хочу пожелать доброго пути. Знаете, вы едете к себе домой. Вы едете к своим внукам. Поначалу будет тяжело. Не будет тяжело. Я вам говорю, что будет поначалу. Человек ко всему должен привыкнуть. Вы вспомните, когда вы приехали, как вам было здесь тяжело? Вам было все тяжело. Человек ко всему привыкает. Что можно сказать? Мягкой вам посадки. Спасибо. Чтобы вы благополучно долетели. На бизнес-класс. Она молодец. Надо действительно от нее поучиться. Как она всегда говорит? Береги себя. Это действительно надо уметь. Светочка, дочка, берегите тебя. Как мне тяжело расставаться с вами. Как я привыкла ко всем вас. Как мне будет тяжело с вами расставаться. Чтобы вы были здоровы. Чтобы вы дожили до моих лет. Чтобы вы видели правнуков. Чтобы вы в больницу не видели, как Розовна. Мама говорила, в больницу только рожать. Больше никуда. Только рожать. Рахматка Розовна. Она же была женщина светлой души. Рахматка еще раз говорит, падает. Низкий в окне. Я присоединяюсь к ее словам. Тетя Лиза, у вас будет не хватать, честно говоря. У вас когда было скучно, вы сюда сами. У нас вот скучно не бывает. У нас с вами будет веселиться. Уже мои внуки знали. Тетя Лиза приходит, значит, лали пап придет. Я ее ругаю, кричу на нее. Не давать, чтобы им слать. Лали пап? Лали пап, да. Она прячется, все равно, они уже знают, когда тетя Лиза придет. Так что все будут по вас скучать. Мы будем на телефонах. Я думаю, что там вам будет хорошо, потому что вокруг вас же веные внуки, в дети. Вы еще скажете, что я зря раньше не приехал, вспомните. Да. Зараташи. Зараташи. Так что я переживаю, чтобы долетели благополучно. И еще долго-долго мы с вами будем приезжать туда, чтобы вас видеть. Здоровая женщина. Чуть-чуть у вас. Люди много сидят на диагнозе и живут слабо.